Доброе утро, друзья! У нас с Даниэром приятная встреча утренняя. Сегодня мне особенно радостно, потому что у нас в гостях талантливая, прекрасная Юлия Лебедева, композитор, музыкант, поэт. О ней я могу говорить долго, потому что... Я заметил. Я ее очень люблю, это моя подруга. Здравствуйте. Доброе утро, Юлечка. Я знаю, ты на телевидение очень редко ходишь, интервью ты почти не даешь, даже можно сказать, такой закрытый человек. В основном она любит писать, дарить песни, дарить музыку. Но я вот не знаю, что... И наши зрители, наверное, не все помнят, что на песне года в каком-то там, я не помню уже году, в 93-м году Юля выходила и пела свою песню. И как исполнительница, как автор музыки и на стихи Марина Цветаева. Мне кажется, что на песню года в Москве после тебя, по-моему, из казахстанцев никто не участвовал. Или я... Ну, если только о студию. Я знаю, что до у меня была Роза Рыбаева. А, ну, Роза, да-да-да. Я вторая была, да-да-да, это... Да-да-да, как я могла так ошибиться. Вот тогда Юля появилась дерзкая, интересная. Вообще там, вот я помню, все тогда каналы музыкальные, музыкальный вояж, потом Азия Досы, в общем, все с ума сходили. Юлю разрывали на части, она очень много выступала, очень много писала. Вот как-то то время, вот сколько она дала вот на сегодняшнее вот такое состояние, Ну, хорошее время было. Многие говорят о том, что 90-е тяжелые. Для меня нет. Да. Все было замечательно, много гастролей, поездок различных, очень интересных. Я очень много работала. Тогда вот в том жанре, в том попсовом жанре я тогда очень много работала. Мы работали и с Розы Рыбаева, и с Нагимой, и с Калиева, Макпал Женусова, Айжанур Магомбетова. Они все пели твои песни. Да. Да, Женя Сыскакова. Какая интересная компашечка собралась. Да, 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 моя любимая. Да. Ну, а сейчас вообще как бы так же все продолжается. Юля, правда, и в классическом жанре работает. И музыкальные спектакли сделать, мюзикл, я знаю. Ну, вообще человек вообще очень широкий. Слушай, Гулечка, такое ощущение, что ты вот просто за Юлю все уже рассказываешь и рассказываешь, а мы вдвоем сидим вот так вот слушаем. Ах, серьезно, что ли? Юлечка, теперь вот все то же самое про себя расскажите лучше вы. Не скромно, зато правда. Ну, ладно. Значит, вот в 2001 году у меня родилась дочь, и я просто взяла и переквалифицировалась. Начала писать на живой звук, работать с оркестрами. Вот. И как-то вот я уже вот отошла от эстрады. Ну, современную музыку слушаете? Слушаю, но не все воспринимаю. И как вам? А, вот, самое важное. Потому что есть направление, скажем так, современное. Это кью-поп. Не кей-поп, а кью-поп. Это казак через кью. Типа того, что современная казахская молодежная музыка. Вот. Как она? Сложно ее воспринимать для, допустим, для любителей, скажем так, той музыки, но современность прямо от нее тащится. Вот ты ответил. Сложно воспринимать ее любителем той музыки. Ну, в общем, как бы, я не ханжа. Если что-то действительно такое настоящее, то мне нравится. Вот у нас в гостях были художники. Они рассказывали о том, как им приходит все это в голову, когда они начинают писать. А как композиторам? Вот вам, допустим, как это все приходит? Проснулись с утра, и мелодия зазвучала в ушах? Сегодня в расписании подвиг. У композитора всегда практически под подушкой лежит диктофон, потому что есть такие моменты, вот, допустим, ночью проснешься, и раз, какая-то мелодия такая. Кажется, что просто неповторимая. Может, она и повторимая, но мне кажется, что неповторимая. Быстренько записал, и дальше спишь. Наутро просыпаешься, и уже что-то, да, 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 вот. И я знаю, что такой технологией пользуются многие. Слушайте, ну, про клип. Вот сейчас вот прошло такие сложные времена. Мы у всех спрашиваем, что делали в карантин? Как его пережили? Ну, композитор-то легче. Сидишь дома всегда один и пишешь. И вот как вы это... Расскажи немного буквально про этот клип, который везде был. Вот так же, наверное, пишу ночью в голове. Ну, нет, днем. Она и стихи написала, и музыку, да. Да, стихи вместе с Карины Сарсеновой. Получилось так, вот, а музыку... Ну, в общем, получилось, что... Ну, явилась идея такая. Я созвонилась с Айжаном Магомбетовой, и она говорит, давай-давай, быстренько пиши стихи, музыка уже была. Я быстренько-быстренько написала стихи, там кое-что подредактировала Карина. Вот, и как-то оно быстро все получилось. Вообще, удачные песни, они всегда рождаются быстро не только в плане их воспроизведения отсюда, да, то есть, получается, и наложение голоса, звукорежиссура. Все как-то у нас быстро прошло, даже клип. Все за неделю, за неделю, в общем, как бы мы сделали все. Друзья мои, доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами на телеканале «Алматы» в прямом эфире «Тонова студия». Сегодня мы говорим с очаровательной Юлией Лебедевой, композитором, музыкантом. Вот посмотрели только что клип. Классный. Вот мне действительно понравилось. Настроение прикольное. Расскажите про съемки-то этого клипа. Как все происходило? Смеялись, шутили? Да, тем более жесткий карантин тогда был. Как вы вообще так... В масках ходили? Они по отдельности снимали, да? Да, мы все снимались по отдельности, на Зеленке нас снимали. И даже вот последний, там, заключительный кадр такой, где мы как бы все вместе стоим, нас очень долго... О, вы все вместе собираетесь в карантин, нельзя же! Я говорю, всех снимали по отдельности, потом просто после этого так смонтировали, что поставили всех рядом. Вы все согласились сразу? Ну, это же какая-то, я не знаю, вот, я за любой кипиш, да, кроме голодовки. А здесь в карантин тогда, когда некуда себя засунуть, и тут столько сразу движух получается. И мы, конечно, с удовольствием все делали, и на студии писались, и Сымбата Ракишева. Ну, просто все молодцы. Бек Орелбеков, ну, мало того, что замечательные подпевки, которые он сделал, так еще и он, оказывается, прекрасно делает макияж. Он там, половина команды сделал макияж, там он уже и режиссер где-то, потом они сидели еще монтировали этот клип. Вот, но отзывы были разные абсолютно, и один из них такой, что, дескать, в такое серьезное и тяжелое время, когда человек должен задуматься, а вы смеетесь. Вот, а я считаю, что здесь просто позиция, позиция с улыбкой о тревожном. У меня вот учитель мой, Ренат Салаватов, он всегда говорил, Юля, улыбайтесь. У нас была такая ситуация, как-то мы ехали с ним по очень тесному двору, и вот я еду, еду, вижу, что там есть пространство, где я сейчас запаркую машину, и в этот момент нам навстречу выезжает еще одна машина. И мы стоим, я понимаю, что я сейчас начну злокачественно разговаривать с ним, потому что мы на друг друга смотрим, он за рулем, я. В это время рядом маэстро такой, Юля, улыбайтесь. Я такая, раз, он задний ход, и я проезжаю, он говорит, вот видите, какая, говорит, сила в улыбке. И вот эта песня, она тоже, она с улыбкой, но о серьезном. Никто не отменял опасность заражения. Юлечка, ты вот, я знаю, скоро должна поехать в Лондон. Там такая большая ассоциация, гильдия, евразийская творческая гильдия в Лондоне пригласила тебя на фестиваль. Вот расскажи, это очень волнительно, интересно. Они ведь слушали твою музыку, и на основании этого они искали очень много, да, по-моему, людей отбирали, и вот пригласили тебя. Мне кажется, что здесь, наверное, просто какой-то господин случай. Все получилось очень случайно. Просто позвонила ко мне дирижер Маргарита Михайлова, она дирижер в Лондоне, у нее свой оркестр, и она говорит, мы ищем композиторов по Евразии. И меня очень, меня даже очень вы интересуете, поскольку вы женщина, вот я дирижер женщина, а вы, вот меня вот что-то интересует. И вообще евразийские композиторы не исследованы, евразийская культура не исследована, и, в общем, мы как бы взялись вот в эту сторону работать. И когда это будет? Когда она мне позвонила, это должно было произойти 4, 5 октября сего года, это то, что уже прошло. Но в связи с создавшимся положением в мире это обязательно произойдет, но по срокам не уточнять, потому что... Ну что, мы тебе желаем успеха вообще. Чтобы в сердце все получилось. И вообще вдохновения, Юль, чтобы все получилось. Спасибо большое. Ну что же, а нам эту пятницу приходится заканчивать, впереди выходные, но мы увидимся на следующей неделе. Хорошей вам недели. Пока-пока, друзья. Достаточного дня. Пока-пока, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»